Высокая явка на выборах зафиксирована в поселениях, где выбирали глав муниципалитетов. Об этом на расширенной планерке сказал председатель избирательной комиссии Неницкого округа Георгий Попов. В Антикском, Карском, Омском и Пустозерском сельсоветах интерес избирателей был повышенным и где-то превысил 69%. Подводя итоги выборов, председатель избирательной комиссии Неницкого округа отметил, явка в целом по региону составила 36,32%. Средняя явка по 9 муниципальным образованиям Заполярного района составила 39,74%. В поселениях высокая явка избирателей зафиксирована там, где выбирали глав в Антикском, Омском, Карском и Пустозерском сельсоветах. В целом разброс явки по сельским поселениям составил от 15,88% – это Великовисочный сельский совет – до 69,23% – Антикский сельсовет. В сельских поселениях, где проходили совмещенные выборы, явка составила 50% и более. Понятно, что где избирают глав, там интерес у избирателей повышенный. Глава окружного избиркома рассказал и про случаи, произошедшие в Великовисочном. Один из кандидатов получил на выборах единственный голос и стал депутатом поселкового совета. Это стало возможным из-за низкой явки, немногочисленности кандидатов и особенностей поселения. На территории муниципального образования создано 5 избирательных округов. 5 депутатов выбирают жители Великовисочного, 2 – жители деревни Лабожской, по одному депутату избирают в Пылемце, Щелино и Тошвиске. Явка на выборы в Великовисочном составила всего 8,84%, или 41 человек, при том, что в списке избирателей 463 человека. При подсчете бюллетеней 4 были признаны недействительными. В результате 37 голосов распределились между 5 кандидатами, при зарегистрированных 7. Из них 2 кандидата голосов не получили, 2 кандидата получили 6 голосов и 2 кандидата получили 12 голосов. И, соответственно, один кандидат, который был зарегистрирован, пришел, получил один голос и стал депутатом сельского совета. Председатель окружного избиркома назвал этот случай курьезным и отметил. В истории выборов Нининского округа такое произошло впервые. В целом выборы прошли в спокойной обстановке, замечаний не было. Жалоб и других обращений в период досрочного голосования и в единый день голосования в избирательные комиссии не поступало. Губернатор Нининского округа поздравил победивших на выборах депутатов сельсоветов. Поздравляю вас тоже с проведенной избирательной кампанией. Все ровно, легитимно, конкурентно, без жалоб. Поэтому надеемся, что новый депутатский корпус еще более активно начнет работать с использованием всех имеющихся ресурсов. Успешной работы на благо поселений Игорь Кошин пожелал и главам четырех муниципалитетов. Они вступают в свои должности с момента регистрации избирательной комиссией сельсовета. Новым руководителям предстоит трудиться пять лет, за исключением главы Пустозерского сельсовета. Согласно уставу поселения, срок полномочий главы составляет четыре года. Валентина Чебичик, Антон Водряков, Телеканал Север.